Экономика и финансы, социальная сфера и образование, здравоохранение и строительство. Спектр вопросов, которые упомянул Алексей Спасский в своем отчете, был весьма широк. В первую очередь глава городского округа озвучил финансовые итоги работы муниципалитета. По большинству показателей был отмечен рост относительно 2018 года. Общий экономический оборот за 2019 год составил 465,8 миллиарда рублей. Прирост относительно 2018 года 6,1%. Основные показатели экономического развития носят позитивный характер. Большинство предприятий сохранили рабочие коллективы, увеличили объемы производства, обеспечили своевременную выплату заработной платы. Алексей Спасский отметил, что округ является одним из лидеров Московской области по привлечению инвестиций. За 2019 год было привлечено почти 37 миллиардов рублей. Наша задача на 2020 год. Привлечь на территорию не менее двух крупных инвесторов, увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, создать 2,5 тысячи новых рабочих мест. Обеспечить поддержку предпринимателей предоставлением на конкурсной основе субсидию на частичную компенсацию затрат в размере не менее 2 миллионов рублей. Говоря о социальной сфере образования, Алексей Спасский упомянул о том, что с 1 сентября помимо 6 тысяч рублей за классное руководство будет добавлено еще 5 тысяч рублей. В итоге доплату в размере 11 тысяч получат более 800 классных руководителей округа. Он отчитался об открытии в муниципалитете двух школ и трех детских садов. Задачей текущего года является открытие минимум 4 детских садов. На 360 мест в жилом комплексе «Пригород Лесное», на 155 мест в микрорайоне «Зеленая аллея» и двух садов по 120 мест в каждом в жилом комплексе «Римский квартал» в развилке. Также в ближайшие три года мы должны создать более 5 тысяч дошкольных мест. В 2020 году должны быть открыты минимум три школы. На 550 мест в поселке Дрожжино, на 1100 мест в деревне Месайлова. Также к концу года появится и новый корпус «Видновской гимназии» на 250 мест. Отчитываясь о работе в сфере здравоохранения, глава городского округа отметил, что главный вектор работы муниципалитета – качественное улучшение первичного звена поликлиник, амбулаторий, ФАПов, скорой помощи. Задача на 2020 год. Открытие поликлиники на 450 посещений в смену в Дрожжино. Также ремонт взрослой поликлиники. И в этот период нам необходимо грамотно организовать работу учреждения, чтобы люди могли обратиться в удобное для них время, не испытывая трудности при записи к врачу. И при лечении медучреждения не менее 10 специалистов. Говоря о жилищном и дорожном строительстве, Алексей Спаский рассказал, что в 2019 году введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью более 720 тысяч квадратных метров. А в рамках программы губернатора «Дороги Подмосковья» на территории поселений Видной и Горки-Ленинские было отремонтировано 10 автомобильных дорог. И здесь глава озвучил приоритетные задачи. Завершение строительства выезда из 6-го микрорайона на трассу Дон. Выполнить первый этап работ по обустройству двух автомобильных полос на выезде из деревни Тарычева. Сделать капитальный ремонт дороги Калиновка-Сопронова-Ермолина, кругового перекрестка от проспекта Ленинского-Комсомола-Березовая-Советская и пересечение улиц Школьной-Советской в городе Видна. В сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства глава городского округа отметил несколько позитивных моментов. Среди них комплексное благоустройство на 15-ти дворовых территориях и общественные зоны отдыха у кинотеатра «Искра», завершение работ по строительству КНС «Купеленка», реализация национального проекта «Чистая вода». Задача этого года – обеспечить выполнение благоустройства не менее 15-ти дворовых территорий, выбранных по итогам голосования на портале «Добродел» и обращений граждан. Благоустройство подлежит и территория «Ствера-Сосетки». В соответствии с региональной программой капитального ремонта в ближайшие три года в округе будет выполнен ремонт 53 многоквартирных домов на общую сумму 442 миллиона рублей. В 2020 году планируется отремонтировать 23 дома, из них 7 будет заменено 18 лифтов. В заключении своего отчета Алексей Спаский напомнил собравшимся, что 2020 год для городского округа будет богат на события и призвал граждан района на должном уровне встретить 75-летие победы, провести чемпионат Европы по Мотоболу и отметить 55-летний юбилей города Видное. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова